В лаборатории физики высоких энергий объединенного института ядерных исследований впервые прошел международный семинар биомат биология и материалы. Он посвящен будущим прикладным исследованиям на комплексе НИКО, касающихся радиобиологии, взаимодействия ионных пучков с материалами, а также облучения и тестирования микроэлектроники для космических приложений. Это вторая сторона проекта НИКО, наряду с фундаментальными исследованиями. Для этого специально выделили деньги Российской Федерации, чтобы мы провели эту исследовательскую программу. До ввода в эксплуатацию коллайдерного комплекса в лаборатории физики высоких энергий проводятся прикладные исследования на выведенных пучках нуклатрона. Я поделюсь тем опытом, который уже накоплен здесь на синхрофазотроне, только на синхрофазотроне, но на нуклатроне. Вообще говоря, очень полезные для космических исследований эксперименты уже проведены были, в частности, для итальянской электроники на пучках синхрофазотрона, а потом на нуклатроне. Были облучены микросхемы, были выбраны те, которые более радиационно стойкие. Но я в основном буду рассказывать о специфических облучениях, связанных именно с пучками ионов. Для того, чтобы изучать такие нагрузки дозовые, радиационные, можно использовать разные пучки, можно и гамма-кванты, нейтронные источники. И протонных ускорителей достаточно много с интенсивными пучками в других центрах. Наша специфика – это тяжелые ионы. И вот почему. Потому что, когда тяжелый ион попадает в микросхему, она может сделать сбой, но продолжать работать. Но, как говорится, ракета или спутник не заплетит. Поэтому это так называемые единичные эффекты. И вот те микросхемы или электроника, которая прошла тест, новый критерий, так называемый спейс-электроника, она где-то на порядок дороже, чем, скажем, милитари. Электроника, которая просто выдерживает высокие температуры, просто радиационная стойка и так далее. То есть это очень важная задача, которую мы могли бы решать на ускорителе. Мы уже провели в сотрудничестве с Роскосмосом по их заданию, сделали такой прототип стенда и изучили в работающем состоянии элементы электроники. И вот когда единичные ионы, это были ионы аргона, значит, поражают заданные части микросхемы и она вот дает определенные сбои. Вот это вот, так сказать, основная идея. Я акцентировал внимание на том, что в нашей лаборатории и в объединенном институте ядерных исследований существуют разные методы исследований, как, как говорится, твердых тел, так и в области физики элементарных частиц. И только вот содружество многих лабораторий позволяет адекватно обеспечить новый ускорительный комплекс НИКО современным инструментарием и современными методами, которые используются в разных лабораториях. Я приводил один из примеров совместных исследований с лаборатории ядерных реакций, где мы, имея свое оборудование, провели исследование для них глубин проникновения тяжелых ионов в сапфир, но благодаря нашим оптическим методам. Поэтому мы как бы их обогатили со своей стороны, а сейчас мы рассчитываем на то, что тот опыт, который у них есть по облучению микросхем, по облучению структур физики твердого тела, будет очень полезен и для нашей лаборатории, для наших экспериментов. Комплекс НИКО позволит проводить междисциплинарные исследования. Допустим, что касается, допустим, структуры клетки, поведения этой клетки под действием радиации, мы можем исследовать разными методиками, которые в разных лабораториях. И мы как бы получим трехмерный рельеф, то, что происходит. Так и другие, допустим, провести исследования, исследования радиационных свойств материалов, используемых в реакторостроении, то же самое. Мы можем смоделировать процессы, которые близко проходят в ядерном реакторе. И поэтому на основании полученных знаний смоделировать время жизни того или иного топлива. И еще у нас отдельно решается на ускорительном комплексе НИКО задача о развитии нового направления в ядерной энергетике. Так называемое управление ядерным реактором, пучком заряженных частиц. Это абсолютно новое направление. Оно позволит дать новый импульс развитию ядерной энергетики. И один из важных аспектов этого направления связано с переработкой ядерного топлива. Но я не могу касаться биологических аспектов. Это не мой предмет исследования. Биологические аспекты, вопросы, связанные с оценкой риска пилотируемых космических полетов при осуществлении межпланетных полетов в дальнем космосе – это тематика лаборатории радиационной биологии ОИЯИ. НИКО будет очень нужна радиобиологам для их исследований. Мы очень возлагаем большие надежды на реализацию этого проекта. Особенно, когда будет работать с новым линейным ускорителем «Нуклотрон». Это позволит получать более тяжелые ядра, которые нам чрезвычайно интересны. Прежде всего, ядра железа и, может быть, более тяжелые ядра. Это позволит нам вычленить наиболее тяжелые повреждения, которые возникают при действии тяжелых заряженных частиц в реальных условиях полета. И вот оттенить при использовании супертяжелых ядер вот эти эффекты для нас чрезвычайно важная задача. Мы также от реализации проекта НИКО ждем, когда будет функционировать бустер, как самостоятельная единица с выведенными пучками, потому что энергия частиц, которая будет получаться при выводе пучка из бустера, это около 600 мев на нуклон. Это как раз та область энергии частиц, которая наиболее нам интересна для моделирования тяжелых ядер галактического и космического излучения. И еще крайне важно, это вот программа исследования радиационной стойкости в космосе, электронных компонент, которые используются в системах наведения, поскольку там присутствует достаточно большой фон релятивистских заряженных частиц. То есть в настоящее время лаборатории ядерных реакций проводят испытания радиационной стойкости микросхем, но они должны их вскрывать, разделить. А на комплексе НИКО, на ядрах можно это проводить, не вскрывая объекты, в силу того, что пробеги частиц имеют очень большую длину. Так что я думаю, что и с точки зрения фундаментальной науки, и с точки зрения прикладных вопросов, этот комплекс объединит людей многих специальностей – биологов, физиков и специалистов в области ядерной энергетики. И к тому же будет основой для обучения молодежи и студентов. В работе конференции приняли участие 60 ученых из Германии, Египта, Италии, Польши, Чехии и Белоруссии, из российских центров, Курчатовский институт, МИФИ, НИЯФ МГУ, ученые лабораторий Объединенного института ядерных исследований. Профессор Кристина Траутман из GSI из Германии, она будет рассказывать о материаловедении, так сказать, исследованиях по взаимодействию ионных пучков с материалами. Профессор Марк Дуранте из Италии, он будет рассказывать о исследованиях по радиобиологии, а также по облучению микроэлектронных компонентов с помощью ионных пучков. К нам приехали коллеги из Польши, Павел Хордых будет рассказывать об исследованиях по позитронной аннигельционной диагностике материалов. Любой ускорительный центр, он устроен таким образом, что он обязан иметь у себя серьезные прикладные исследования. Это всегда было, есть и так, наверное, будет, просто до сих пор недостаточное внимание этому уделялось в связи с формированием научной программы самого коллайдера. Но я думаю, сейчас это будет одна из таких больших основных задач. Субтитры создавал DimaTorzok